здравствуйте друзья мои приветствую вас на канале дальневосточника сегодня обсудим актуальную и наболевшую тему а именно рост цен на сливочное масло думаю для каждого взрослого человека это сейчас очевидно прошу вас поддержать мой канал поставить лайк написать комментарий даже если вы не согласны со мной напишите что у вас цены отличные вообще и напишите желательно где вы еще живете потому что ну сами понимаете что цены растут много где также если вы с дальнего востока или иркутской области подписывайтесь на телеграм-канал вашего региона ссылочка будет в описании теперь давайте посмотрим что у нас по новостям дело в том что цены на сливочное масло в россии с начала года к пятому ноября выросли на 27 с половиной процентов об этом сообщил росстат и это еще государственная статистика то есть может быть вполне что цены на самом деле гораздо гораздо больше резкий скачок цен на сливочное масло за последнее время стал предметом особого внимания властей в конце октября этой проблемы было посвящено совещание у вице-премьера дмитрия патрушева на котором он получил в течение двух недель принять меры по стабилизации ситуации на продовольственном рынке в том числе на рынке сливочного масла то есть получается уже двадцатым числом ноября может даже раньше цены должны стабилизироваться ну напишите сами верите вы в это или нет свое мнение я высказывать не буду думаю но понятно кроме того наша страна наращивает поставки сливочного масла из-за рубежа и обратилась предложением предоставить квоту на беспошлины и ввоз в объеме 30 тысяч тонн теперь поговорим о том что говорят сами производители молока и масла дело в том что по их словам например по словам гендиректора национального союза производителей молока союз молоко артема белого причина увеличения цен на молочную продукцию это рост затрат по всем по всем статьям например заработная плата корма энергоресурсы обслуживание оборудования и прочее также например важным фактором стал рост ключевой ставки и также нехватка кадров я думаю вы понимаете где находится много мужчин от 20 до 50 лет и почему сейчас некому работать почему много мигрантов завозят также цены на сметану выросли на один процент за неделю на пастеризованное молоко на один процент на стерилизованное молоко и на молочную рыбу на один процент на сыр и на пшено на 0 7 процентов яйца маргарина 0 6 процентов творог на 0 5 процентов на хлеб на улочные консервы для детского питания на печенье на пшеничную муку на вермышель на 0 3 процента на говядину и соль до 0 2 процента и на баранину на свинину на макаронные изделия на черный чай и на водку 0 1 процент теперь хочу с вами поделиться своими небольшими воспоминаниями касательно того как я работал на производстве пищевой промышленности дело в том что действительно не хватает кадров не хватает водителя не хватает специалистов по биологии скажем так технологов потому что зарплаты для технологов подогается очень низкая то есть например там где я работал получалось так что зарплата технолога выходила 45 тысяч только технолог это специалист который знает и биологию и химию он учился на не самой легкой специальности знаете ли блин ну понимаете одно дело там изучать какие-то гуманитарные специальности другое дело это все таки химия биология и пищевая промышленность я понимаю что сейчас могут обидеться гуманитарии но я сам гуманитарий но для меня кажется вот это вот биология и химия это что-то очень сложное и то есть люди оканчивают очень сложные специальности работают и потом получают всего 45 тысяч и просто не хватает специалистов то же самое касается водителей там была ситуация такая примерно на нашей работе нам нужно было по моему 20 водителей категории c их не набиралось их было 15 потом допустим становилось 12 и этих 12 и загружали как будто они должны работать за двадцатерых в итоге становилось на 12 от 10 этих десятерых нагружали еще больше потому что нужно же 20 в результате скоро портящаяся продукция не доставлялась часто выливалась магазина отказывались от нее и в итоге это все уходило в рост цен потому что это все нужно как-то компенсировать точно такой же был дурдом там и с другими специалистами ну вот я тоже оттуда уволился сейчас работаю на себя не сказал что денег стало больше но нервов тратится меньше если вы работаете в пищевой промышленности или например в торговле пишите свои какие-то интересные рассказы комментарии подписывайтесь на канал всем большое спасибо всем пока спасибо 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 Продолжение следует...